Мы читаем «Труды Бальсуляма», предисловие книги «Понимия Ротума Зберот», 22 пункт. 22 пункт. Теперь нам понятно высказывание мудрецов, с которого мы начали, что Творец не нашел другого сосуда, способного удержать благословение Израиля, кроме мира. И мы остановились на нем на вопросе, почему это высказывание было выбрано для завершения Талмуда. И понятно, сказанного выше, что из-за греха древо познания. У Адама исчезла душа вечной жизни, который Творец вдохнул в его ноздри для потребности одного лишь Адама решона. И он получил новую форму, называемую «испаренной жизни». Другими словами, общая разделилась на великое множество элементов, на множество капелек, которые были поделены между Адамом решоном и его потомством, плод до времени конца. Так, что в действиях Творца нет абсолютно никакого изменения. Но здесь появилась дополнительная форма, состоящая в том, что тот общий свет жизни, который содержался в ноздрах Адама решона, распространился в виде длинной цепи, вращающейся на колесе изменения формы во многих телах, в одном теле за другом, сменяющие другое вплоть до обязательного конца исправления. И таким образом получается, что в день вкушения с древа познания вечная жизнь отлетела от него и, соединившись через где-то родный орган в одну длинную цепь. И получается, что человек живет не ради себя самого, а ради всей цепочки целиком. Таким образом, что каждое звено в цепочке не получает свет жизни в себя, а лишь передает свет жизни во всю цепочку в целом. То же самое мы находим в отношении меры его долголетия, лет его жизни. Ведь в 20 лет он уже способен взять себе жену и 10 лет приличествует ждать рождения сыновей, как сказали наши мудрецы. И получается, что в 30 он уже наверняка родил сыновей, и тогда он сидит и ждет сына, пока не дойдет до 40 лет возраста бенны. Так, чтобы он мог передать ему свое состояние и знание, которое он обрел сам. И все, чему он научился и унаследовал от своих предков. И он может быть уверен в нем, что не пропадет это при несчастных обстоятельствах. И тогда он тут же отходит в мир иной, а сын его берется за продолжение цепочки вместо отца. И так выше выяснилось, что ситуация с грехом, меропадением древа познания была обязана случиться с Адамом Решоном, как скажется. Страшно, делая его для сынов человеческих, ведь он должен обрести в своем строении внешние клеи для получения окружающего света, так, чтобы две противоположности появились в одном носителе, в одном предмете, в два разных момента времени, друг за другом. И во время его малого состояния гадлута он будет питаться от стола ситрахра. И благодаря наснаждениям, связанным с разделением, которое он получает через нее, у него растут получающие килим пустого пространства в желаемом объеме. И когда он доходит до гадлута, до большого состояния и занимается торой заповедями, у него появится способность изменить большие получающие килим на отдачу, что является главной целью, называемой светом истины и печатью. Однако известно, что до того, как соединиться со святостью, он должен вновь отделиться от всех форм получения, которые он взял со стола ситрахры, подобно тому, как нам предписана заповедь любви всей своей душой, всем своим существом. И в таком случае, чего же достигли мудрецы своим указанием, если он вновь потерял все, что получил от ситрахра? Изучаем это как следует. А потому управление Творца вызвало множество тел в каждом поколении. Как сказали наши мудрецы, увидел Творец, что праведников мало, разместил их в каждом поколении. Это означает, что Творец увидел, что праведники в итоге совершенно отвергают получение ради себя и потому уменьшают свой окружающий свет, так как от них уходит внешний клип, предназначенный для этого, и потому он поместил их в каждое поколение. Ведь нет поколения, не включающего в себя большую часть таких творений, которые созданы главным образом ради праведников и являются носителями келим пустого пространства для них, так, чтобы внешние клип праведников впечатлялась от них вынужденным образом, обязательным образом, не по своей воле. И это связано с тем, что все жители мира соединены друг с другом, чтобы впечатляться друг от друга как в склонностях и устремлениях тела, так и в мнениях. И потому они обязательным образом передают эгоистические склонности праведникам, которые в таком виде способны получать желаемый окружающий свет. Однако, согласно этому, праведники и грешники должны были быть в каждом поколении поровну. Но это не так. Ведь на каждого праведника мы находим тысячи тысяч, десятки тысяч пустых. Но надо знать, что в творении существует два вида власти. Первая – это сила качественная. Вторая – сила количественная. а поскольку силы все тех, кто управляется ситрой ахрой, скудны, вызывают жалость, презрены, низки, лишены желания и целей, а болтаются, как мекина на ветру. в таком случае как же могут они хоть как-то влиять на людей мудрых сердцем, пути которых ясны с точки зрения желаний, цели, и столб высшего света светит перед ними денно и ночно, так, чтобы смогли внести свои мелкие склонности в их сердца. И потому Творец вызвал силу количественную в Творении, и эта сила не нуждается ни в каком качестве. Я объясню тебе это на примере силы качественной мощи, да, как у львов или тигров, ведь из-за избытка качества в силе их мощи ни один человек не станет бороться с ними. А в противовес этому мы находим силу и мощь, не обладающую никаким качеством, а обладающую одним лишь количеством, как у мух. Ведь из-за их несметного количества ни один человек не станет с ними воевать. И вот эти путешественники чувствуют полную свободу в доме человека, на его накрытом столе, а человек чувствует себя бессильным и слабым перед ними. В то же время в отношении мух и гадов и тому подобное, да, незваных этих гостей, несмотря на то, что сила их обладает большим качеством, да, чем сила домашних мух, человек не успокоится и не угомонится, пока полностью не выгонит их из своих владений. И это вызвано тем, что природа не даровала им такую силу количества, как у мух. Отсюда поймешь, что на каждого праведника нужно обязательно приходиться огромная масса людей. Так, чтобы благодаря их множеству на него подействовали грубые устремления и склонности, ведь никакого качества в них нет, и поймешь это как следует. Ну, и нечего здесь больше добавить. В этом смысл слов Творец даст силу народу своему, что означает, что свет вечной жизни, постигаемый всей цепочкой творений, называется сила, мощь. А Писание обещает нам, что Творец обязательно даст нам эту силу. Однако, следует спросить, каким образом? Ведь каждый сам по себе не является совершенным. Как сказали наши мудрецы, лучше быть человеку не быть созданным вообще, чем быть созданным. в таком случае, как же мы уверены в вечности Творца. И, как заканчивает Писание, Творец благословит народ свой миром, то есть благословением сыновей. Как сказали наши мудрецы в трактате Шаббат, устанавливающий мир в доме не действует. Ведь благодаря сыновьям эта цепочка продолжается, соединяется вплоть до окончательного исправления, и тогда части пребывают в вечности, и нечего здесь больше добавить и пойметь нам. А потому, сказали наши мудрецы, Творец не нашел другого сосуда, способного удержать благословение Израиля, кроме мира. Ибо как благословение его вечно, получающие тоже должны быть вечными. И потому получается, что благодаря сыновьям отцы держатся в этой цепочке, и между ними образуется цепь вечности, способная удержать вечное благословение. И получается, что мир удержит совершенство благословения и управляет им. И потому мудрецы завершили Талмуд этим изречением, поскольку мир, как сказано выше, является сосудом, держащим для нас благословение Торы и всех заповедей, вплоть до полного избавления и вечности. Скорости в наши дни, амэн, и всё на место своё придёт с миром. Амэн, как красиво он написал, Раф, и вот я хотел спросить, мы хотели спросить, вот он пишет о помощи Бнебаруху в виде большого количества келим пустого пространства, являющегося формой окружающего света. Раф, скажите, а мы уже готовы работать с этими келим или нет? Никто нас не спрашивает. Мы уже родились в последнем поколении, и мы обязаны тянуться к концу исправления и быть уверены. Неважно, что нам кажется, что мы достойны этого и обязаны это сделать, и свыше направляют нас к этому. Поэтому нет у меня вопроса мы действительно соответствуем этой работе или нет, но точно знаем, что да. Тогда вопрос, Раф, а как? Потому что Вы нас всегда предостерегаете быть в десятках, и вот как мы теперь можем с этими келем работать? После того, как будут у нас десятки, правильные истинные десятки, когда мы внутри десятки начнём чувствовать связь с Творцом, чтобы был Исраэль-Тора и Творец едины, то есть что мы обънимся в десятки и в десятки начнём чувствовать связь с Творцом, тогда вследствие того, что мы в этом как бы выстроили правильное место для частной Души Адама Решона общего, мы сможем также подойти ко всем остальным клеткам его, душем его, для того, чтобы присоединить их, и тогда мы будем работать над объединением между всеми десятками в серьёзном виде. До этого времени мы тоже можем связаться со всеми десятками, но это только для того, чтобы получить от них пробуждение, но не настоящее соединение, потому что нет настоящего соединения, кроме как десяток, которые находятся во внутреннем соединении между собой. А иначе это будет во зло, и они запутаются и рассеются. И поэтому мы прежде всего должны объединиться между собой в десятках, а затем между десятками, и когда мы уже знаем, как объединяться также и между десятками немного, тогда мы можем выйти на практике ко всему человечеству и начать в широком виде объяснять им, что является целью творения, что является сутью творения, что является программой творения, и в таком виде они уже будут тоже тогда готовы хоть как-то присоединиться к нам и идти вместе с нами к концу исправления. Рафа, как мы можем подготовить эти керим помимо распространения физического, вот уже внутренне сейчас как-то, потому что он пишет как-то нужно, что это и есть Хисарон сынов и Страэли, чтобы они с ними работали. То, что мы объединяемся между нами и обращаемся к Творцу, чтобы помог нам в объединении между нами, мы также намереваемся прийти к тому, что мы придём к нашему объединению и соединению когда-нибудь со всем человечеством, и что человечество хоть как-то будет готово к этому с помощью нашей теперешней работы, хотим мы того или нет, но мы находимся в единой системе, и тогда мы, когда выйдем на широкое распространение, они будут готовы к этому. И так мы уже соединимся с ними, и они почувствуют это. Они тоже начнут сами двигаться к нам. это как оно будет. На фотографии, Раф, как бы на фотоплёнку фотография сфотографирована, как бы уже присутствует, но не проявлена ещё, и поэтому я вот думаю, как бы её напомнить, чтобы проявить это. Ты пока что работай в десятке на объединение, и насколько возможно в вашей маленькой области вокруг десятки вы можете начать уже распространение. Кроме объединения с другими нашими десятками. Да. Хайфа один. А кто вот это сыновья? Тот, кто стремится к Творцу. Мак 16. Спасибо. Вот в статье сказано, что Творец не нашёл другого сосуда, для Исраэля кроме мира. О каком мире идёт речь и что значит, что мир — это сосуд? Шалом мир называется шалом. Шалом от слова шалем совершенный, полный. «Абуре» и «Абуре» «Абуре» видит будущее мира в том, что все желания исправляют себя на ради отдаче друг другу с помощью того, что будет у них намерение ради отдачи, они соединяются, эти желания вместе и приходят к цельной системе, которая полностью находится во взаимной внутренней отдаче. И тогда Творец раскрывается внутри этой внутренней системе, система постепенно, так же, как они объединяются между собой во вьюти Алиф Бет, Шореш Алиф Бет Гимель Далит, так Творец раскрывается в них в Нефиш Руах Мишамаха Яихи Да, это то, что должно произойти. Москва-6 Да, Москва-6 А какая разница между вот этими мухами и львом? Ведь и там, и там человек не может справиться с этим желанием. Мы должны работать согласно системе, как она устроена и как она исправляется от легкого к тяжелому и все. Нет у нас никакой силы исправить ничего. То есть обвиняется, наполнить что-то, есть у нас только сила стараться привести себя к исправленной более форме, раскрыть, что мы неспособны и просить. И так на каждый шаг, на каждый шаг так мы должны продвигаться. Хорошо, ладно, ну, тогда пяти девятнадцать. да, да, доброе утро, рад, доброе утро, товарищ. Как он написал красиво. То есть то, что мы ощущаем, что у нас получится, он собрал всю науку Кабала в четыре страницы, да, он все темы здесь обозначил. Да, тут и внутренний свет, и окружающий свет, две противоположности, да, все науку Кабала здесь. Какой посыл он хочет нам передать этим? Все что, итог всего, что он написал? Да. Ладно, так мы переходим к следующей части. Мы закончили это предисловие и переходим к учению десяти сфер.